Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем чтение книги «Песнь-песни» для библейского портала «Экзегет». Сегодня у нас вторая глава. Как мы уже слышали, это песнь любви Христа и Церкви, Бога и Души Человеческой. «Я нарцисс Саронский, Лилия Долин, что Лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Какие нежные образы! Камень, скала, дверь – это все образы Христа. А здесь «Я нарцисс Саронский, Лилия Долин». Слово, переведенное синодальными переводчиками «нарцисс», иногда переводится «розой», потому что трудновато отождествить. И тогда будет «Я роза Сарона, Лилия Долин». Христос – это благоуханный цветок, который произрос в долинах этого мира. «Нарцисс Роза» – это царственный цветок. «Лилия» – это чистота и непорочность. Лилия, кстати, может в самых грязных местах произрастать. И вот Христос, Он расцвел, как нарцисс, как роза, как царственный цветок, как непорочная чистая лилия в грязи и долинах этого мира. Это о Христе. «Поет невеста». А теперь жених о невесте. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Говорят, что все сотворил Бог. Тут есть некоторые деликатности, тонкости. В третий день Бог сотворил растительный мир. Но только после грехопадения Он повелел земле произрасти терния и волчцы. Так что терния и волчцы не творческим словом извлеклись из земли, а Божьим проклятием. И вот лилия между тернами – это невеста Христа, это душа, познавшая Бога. Это церковь – тело Христова. Вот какова возлюбленная моя между девицами. Дальше воспевается, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Лесные деревья – это дикие деревья, и вдруг среди них яблоня растет и плодоносит. Это возлюбленный между юношами. Это Христос между полководцами, царями и королями, философами и писателями, богатыми и нищими, сильными и малыми мира сего. Вот в этой лесу и вдруг эта прекрасная яблоня – образ Христа. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Лесные деревья меня не питают, они даже меня немножко пугают, особенно во мраке ночи. А вот плоды яблони сладки для гортани моей. Иисусе сладчайший, акафис христианский. «Христос, Он есть сладость нашей души. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мной любовь». Как мы уже отмечали, есть слова сглаживающие. Точно здесь переводится «Он вел меня в дом вина, и знамя его надо мной любовь». Образ брака в Кане Галилейской. Свадьба, дом пира, дом вина. Вино веселит сердце человека. Христос вводит душу в дом пира, в дом вина. И напоевает душу человеческую вином божественной радости. Знамя его надо мной любовь. Многие отцы под этим знаменем видели знамя крестное. Крест — это знамя христиан, это символ христианства. И вот нет больше любви, как если кто душу свою отдаст за други своя. Христос отдал свою душу за нас на кресте. И знамя его крестное надо мною, и имя ему — любовь. Никогда никто бы не мог догадаться, что орудие казни — имя ему — любовь. Казнь — это всегда жестокость, это всегда наказание. Справедливое или несправедливое — это всегда ужас. А здесь это есть высшее проявление любви. Это распятая любовь Христа. Невеста, изнемогая, произносит. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Душа человеческая, оказавшись в объятиях Христовой любви, изнемогает от этой божественной любви. «Умерь во мне волны благодати твоей», — говорит преподобный Исаак Сирин. «Я изнемогаю от любви». Господь очень любит нас, даже больше, чем мы это можем вместить. Душа просит освежения. «Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». Отцы размышляют таким образом. «Левая рука — это рука наказующая, а правая рука — это рука благодеющая. Кого люблю, того наказываю», — слова библейские. И наказанием и благодеянием обымает нас Господь в объятия своей любви. И дальше идет рефреном через всю песнь несколько раз «Заклятие». Оно выбивается из общей тональности, из общего повествования. И не надо искать даже этих смысловых связок. Это как припев и вот такое заклинание. И оно будет несколько раз. «Заклинаю вас, щерь Иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Я не буду сейчас вдаваться в те кастологические трудности, которые связаны с этим заклинанием, с его пониманием. Это уже для прочтения, пусть будет более такого научного. «Черь Иерусалимский окружает невесту, и заклинаю вас, щерь Иерусалимскими, серными или полевыми ланями». Что это за заклятие «серными или полевыми ланями»? Серна и лань – это образ грациозности, красоты, легкости. И одновременно, по представлениям древних, серна имела очень хорошее зрение, а лань поедала змей. И это позволяло святым отцам проводить такое сравнение, что это взгляд Господа, и это попрание нечистых духов. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов», то есть на всякую вражескую силу. «И вот серными и полевыми ланями, то есть силами и крепостями, как в славянском переводе, следуя за септуагентой, производится это заклятие, которое попирает всякую темную силу. «Не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». В другом переводе, все-таки немножко коснусь, там, наоборот, в утвердительной форме как бы приглашается, это в славянском переводе, что «разбудите, чтобы любовь проснулась на нас». Но здесь «не будите, не тревожьте возлюбленной». Вы знаете, это как отраковица, становящаяся девицей. Вот современная поп-культура, она будет не то, что девиц. Дети еще в школу не пошли, а им уже надо быть просвещенным на все 100%. Я еще встречал старушек, которые говорили о том, что откуда берутся дети, они узнавали после венчания от своего мужа. Они еще шли под венец, не знали. Чистота, непорочность. «Не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». И Господь, Он пришел не сразу. Тысячелетия. И вот Бог приходит в этот мир. И в жизни человеческой это тоже происходит не сразу. Наступает момент, когда Господь может и хочет прикоснуться к душе. Это удивительно. Вроде нам надо ходить и всех тормошить. А вот здесь такое заклятие. Дальше идет сама песня. «Голос возлюбленного моего воспевает невеста Суламифь. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает свою решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовония. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя, выщелье скалы под кровом утеса покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». И опять выпадает. «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». «Голос возлюбленного». Голос Бога уже слышал Адам в Эдемском саду после грехопадения. Голос Бога он достигал ушей и сердец пророков. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Отцы делают такой образ праведники Ветхого Завета. Великие – Авраам, Моисей, Давид, это горы, холмы. Это те простые люди, которые были преданы и верны единому и живому Богу. Вот он скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серную или на молодого оленя. Мы уже этот образ несколько раскрыли. И вот он стоит у нас за стеной, этот друг. Между Богом и мной стена. Через эту стену он заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Окно – это пророки. Решетка – это закон. Решетка, она ограничивает человека, обязывает. А окно – ты можешь посмотреть на то, что там, за пределами места, в которое ты заключен. Человек дважды заключен. Он, во-первых, заключен в плоть, он ограничен землередностью, вот этой плотяностью своей. А с другой стороны – грех. А Бог оказался там, где-то. Но вот он уже спешит нам, как серно, как олень. И он уже заглядывает через пророчество, через закон. И, наконец, возлюбленный мой начал говорить мне. «Встань, возлюбленный мой, прекрасный мой, выйти». Кончилось время окон и решетки. Теперь он уже здесь, и он уже говорит непосредственно со мною. «И душа человека, возлюбленная Божья, душа человека для Бога прекрасна». Хотя люди говорят, да какой-то никакой, да какой-то… И там следует очень много гадких слов. А Бог смотрит, черная, но красивая. Наступило время Нового Завета. Цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Святые отцы сравнивают это с Иоанном Крестителем. Он есть, эта горлица, глаз, зовущего в пустыне, проповедующего в пустыне. Он уже слышен. Он взывает к совести человека, а уже показались цветы. Уже время пения настало. То есть настало время Евангелия, время Нового Завета. Смоковницы распустили свои почки. Этот образ неоднократно используется в Новом Завете. Когда смоковница расцветет, значит, время близко. Значит, вот-вот уже. И здесь тоже, наверное, что вот-вот, и наступает новое время. Покайтесь, ибо приблизилось, говорит Иоанн Креститель, Царство Небесное. Оно уже рядом. И тот, который идет после меня, он уже стоит среди вас, говорит Иоанн Креститель. И, наконец, раздается его глаз. Возлюбленное, встань, говорит он, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Сам Христос зовет к себе человеческую душу. Известны слова «я создам церковь», но это что-то такое архитектурно-строительное. А если вспомнить, что слово «экклесия» — это собрание, то можно в таком свободном перефразе это озвучить. «Я соберу вас вместе». Он зовет нас, Он хочет нас собрать, создать из нас, разрозненных и ненавидящих друг друга, единую церковь. И Он обращается и лично к каждой душе. Встань, выйди, выйди из этого мира. Оставь, время пения настало. Выйди теперь из этого заточения, в котором ты находилась. Из которого ты едва лишь могла через решетку и через окна выглядывать. И дальше Христос. «Голубица моя, в ищелье скалы моей, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Это очень интересно, как бы обращает в обратную сторону то, что произошло с Моисеем. Моисей хочет видеть лицо Бога. Бог говорит, невозможно человеку видеть Бога и быть живым. И однако же Он все-таки являет Ему заднее Божие в расселении скалы. паломникам, поднимающимся на Синайскую гору и сегодня показывают, проходишь через узкое ущелье, что это могло быть здесь. А здесь как бы наоборот. Не невеста жениха, а жених невесту зовет. «Голубица моя, в ищелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое». То есть я хочу с тобой быть один. Это единение души и Бога, а точнее Бога с душой, когда больше никто не нужен. Это лучшее, что может быть в нашей вере. Вот это состояние. «Голос твой сладок, и лицо твое приятное». Уже повторяется. Жених наслаждается лицом невесты и сладостью ее голоса. Господь радуется омытой в покаянии, в крещении, в душе. Он любуется ею и хочет слышать ее голос. Это наш голос в молитве, достигающей ушей Божьих. Это наш лик, обращенный к небу. И вдруг резко меняется тональность. Но это поэзия. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Казалось бы, все было так хорошо. «Лисицы лисенятся, они портят виноградник. Лисицы грехи, лисенята согрешения. Большие и малые пакости и гадости, которые портят виноградник. Но их надо вылавливать». Древние отцы, они любили сопоставлять с этим еретиков, но это была специфика того времени, который портили виноградник церкви. И это касается грехов и прегрешений, которые портят виноградник души человеческой. И дальше опять любовная перекличка. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Интересно. «Пасут на полях, пасут овец». Кстати, есть перевод «Он пасет лилии». Не между лилиями, а пасет лилии. Кто же их пасет? И кто вообще пасет между лилиями? Это поэзия. Это опять говорит о той чистоте и непорочности, среди которой пасет Христос. «Не ищи его там, где земное величие. Не ищи его там, где земное мудрование. Ищи его там, где чистота и непорочность. Там его найдешь. Там, посредь лилии. И пасет он лилии. Душа, принадлежащая ему, это непорочная лилия, омыта, очищенная, убеленная и прекрасная. Доколе день дышит прохладой и убегают тени. Здесь в прохладой есть вопросы. Доколе день дышит и убегают тени. Это как раз полдень. Тени тогда убегают, солнце в зените. То есть днем возвратись, будь подобен сердне или молодому оленю на расселенных кор. То есть не в ночи и мраке этого мира, в его тьме, а день, день Господень, день Христов, который наступил, и убегают тени, умигает все, что омрачает жизнь, что омрачает душу. И вот в это время невеста взывает к возлюбленному. Вернись. Ты от меня ушел. Ты не мог быть со мной. Вернись. Будь подобен сердне или молодому оленю на расселенных кор. Она зовет его, зрящего, попирающего аспидов и василисков. Вернись. Приди. Как свято, как чисто, божественно и возвышенно. Это божественное серно. Этот божественный олень, он приглашается в долину моего сердца. Это вторая глава песни-песни Соломона. Душа. Попробуй. Ще от тебя, выходом. Ана-песни Соломонона. Здра?